Я думаю, все уже наслышаны, что вечером 1 июля затонула российская подводная лодка со странным названием «Лошарик», о чем Министерство обороны РФ сообщило вечером 2 июля. По официальной версии, лодка занималась якобы изучением природного пространства дна Мирового океана в интересах военно-морского флота России. По официальной версии, в подводной лодке находилось и погибли 14 человек. В общем-то, ничего страшного, не такая, казалось бы, большая катастрофа, но людей заинтересовала другая информация. Дело в том, что из 14 погибших 7 человек были капитанами первого ранга, среди которых двое были героями России. Ну, предполагаете, да, себе такой экипаж из самых лучших из лучших? Российская власть уверила мировое сообщество, что состав так называемой исследовательской экспедиции всегда в России выглядит приблизительно так. А что же на самом деле делали эти люди в подводной лодке и чем вообще занималась эта подводная лодка? Давайте подумаем. Сама по себе подводная лодка выглядит вот таким образом. Она состоит из таких круглых отсеков и, теперь понятно почему, называется лошариком. Опускаться эта машина может на глубину 6000 метров. И впервые она была опущена в воду в 2003 году. Очень долго ходили слухи и различные домыслы, для чего была создана эта лодка и чем она занимается до тех пор, пока в 2015 году появилась информация из Пентагона, когда эксперты заявили о том, что эта подводная лодка АС-12 лошарик не что иное, как диверсионный аппарат для установки устройств, предназначенных для разрушения различной подводной инфраструктуры, в первую очередь кабелей связи. Так вот, судя по тому, что с 1 августа должны были начаться какие-то изменения с российским интернетом, очень многие здравомыслящие люди просто соединили вместе эту информацию. Если вы вдруг до конца не понимаете, о чем речь, вот так выглядит карта связей материков между собой посредством кабелей связи. По большому счету, прокладка кабелей по дну океана ведется с 19 века. Первые попытки соединить два континента, например, были предприняты уже в 1847 году. Успешно связать Великобританию и США трансатлантическим телеграфным кабелем удалось только в 1858 году. Правда, этот кабель держался недолго, потому что тогда еще все было только в стадии разработки. Считается, что тот первый кабель был поврежден от коррозии и обрыва. Стабильная связь между Старым и Новым Светом была установлена в 1866 году. В 1870-м был проложен кабель в Индию. Позволил связать между собой напрямую Лондон и Бомбей. Во все эти проекты были вовлечены одни из лучших умов промышленников того времени. И вот на протяжении 150 лет люди активно занимались созданием по протяженности в тысячи километров линии связи. Ну и понятное дело, что на этом не остановились. Окончательно телефонная связь с Америкой была установлена, например, в 1956 году. Работы длились больше 10 лет. Ну а сейчас, естественно, именно посредством точно такой же прокладки по дну океана мы имеем так называемую интернет-сеть. Вот здесь сейчас вы видите, как происходит этот процесс прокладки кабеля по дну океана или морей. Это достаточно трудоемкий процесс. Очень точно высчитывается маршрут, проверяется геологическая разведка, оценка сейсмической активности в регионе, вероятность подводных оползней и так далее. И только когда все это вычисляется, корабли начинают укладку. Кабель укладывается в такие своего рода бухты на корабле и затем транспортируется от точки А к точке Б. Выглядят эти бухты вот так. Представьте, что это очередной слой укладки кабеля на корабле. Но после выхода в море уже техническая сторона процесса, команда укладчиков с помощью специальных машин разматывает этот кабель. Со стороны это выглядит всего лишь вот так. И на некоторых частях кабеля предусмотрены специальные якоря, которые позволяют поднять его к поверхности и отремонтировать в проблемном участке линии. И так именно таким образом установлена у нас в мире интернет-связь. Ну а теперь возвращаемся к нашим лошарикам. Как вы думаете, что делала эта лодка накануне вступления закона о сепаратном рунете? Буквально недавно, в конце 1917 года, эксперты НАТО отмечали, что так называемая исследовательская деятельность российского подводного флота носит узконаправленный характер. То есть за ними уже наблюдали. Российские подводные лодки, сообщали они, заняты изучением мест прокладки коммуникаций и кабелей, которые связаны с передачей мирового интернет-трафика. И когда было точно установлено, что именно этим они занимаются, в июне 2018 года США ввели санкции против петербургской компании Dive Techno Service, которая как раз и занимается производством и обслуживанием подводной техники. Ровно год тому назад вступили в силу эти санкции, и вот через год лодка погибла по непонятным причинам. Понятно, что операция, на выполнение которой вышла эта подводная лодка, была крайне важной, иначе столько бы героев России и капитанов первого ранга туда бы не засунули. По всей видимости, это была одна из попыток отрезать Россию от мирового интернета, либо вообще испортить связь между континентами, то есть уж если нагадить, то по-большому. Правда, слава богу, на этот раз им это не удалось, но угадайте с трех раз, будут ли еще подобные попытки.